АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Нам было необходимо, что и мне, как маме, что и детям, этот фонд во многом помог. Спасибо за праздник и за участие в нашей жизни. А кто-то еще только совсем начинает искать себя в этой жизни, сделав выбор в пользу современных танцев методом проб и ошибок. АПЛОДИСМЕНТЫ Среди стипензиатов и Анастасия Адучаева. Несмотря на юный возраст, она уже победитель более 50 всероссийских и международных музыкальных конкурсов. Настя Вундеркинд в свои 11 является мультиинструменталом. Фортепиано, орган, а сегодня саксофон. Фонд нам помогает уже на протяжении многих месяцев. Мой ребенок занимается музыкой, и фонд помогает нам оплачивать проезд и участие в конкурсных мероприятиях. Так как все это сейчас очень дорогостояще, проходит это все в других городах, и мы обратились к фонду за помощью. И нам очень приятно, что они вошли в наше положение, потому что сейчас в нашей стране существует много фондов, которые помогают детям, но тем, у которых есть какие-то определенные заболевания. А мы занимаемся творчеством, и тоже очень хочется помощи, поддержки. Играем на музыкальных инструментах на разных. Поэтому нам очень приятно, что фонд откликнулся на нашу просьбу и приглашает нас уже второй раз на такой праздник. Вундеркиндом быть в классе? Ну, мне не очень сложно. Не очень сложно, так. И вундеркинд, так совмещаешь музыку и дух. Есть свободное время? Да, есть. Я и с подругами гуляю. У меня есть время на все. Как говорит председатель фонда «Хорошие люди» Игумен Нектарий, все же главное здесь не только талант, а скорее необходимость и помощь детям и взрослым. Стипендиальная программа фонда существует уже два года, и за это время количество стипендиатов только растет. Мы все были детьми, и если мы вспомним свое недавнее прошлое, то мы, безусловно, поймем, что для нас было очень важно заниматься чем-то, что нам интересно, что мы любим, ну и в чем мы можем совершенствоваться и расти, и в чем мы можем находить для себя друзей и близких людей. Но сегодня для того, чтобы ребенок мог заниматься тем, что ему нравится, нужна такая элементарная вещь, как средство материальное. И наша стипендиальная программа создана для тех детей, родители которых по разным причинам не могут позволить себе предоставить своим детям возможность тренироваться, учиться, чему-то такому, что выходит за рамки школьной программы. Сегодня в нашей стипендиальной программе порядка 80 детей. На мой взгляд, это пока что очень мало. Надо, чтобы их было гораздо больше, но начиналась она совсем с небольшого количества. Сейчас она постепенно растет, благодаря нашим благотворителям, благотворителям нашего фонда, благодаря людей, которые в этом участвуют постоянно, но они очень скромные и стараются о себе не рассказывать. И вы, наверное, видели, что здесь были дети, которые занимаются музыкой, дети, которые занимаются спортом, занимаются танцами. Кто-то просто получает дополнительное образование и развивается. И нам очень хотелось, чтобы дети, которые по стипендиальной программе занимаются, друг друга узнавали, друг другом знакомились. Ну и, конечно, чтобы знакомились друг другом с их родителями, потому что очень часто бывает так, что им нужна поддержка. Поддержка почему? Потому что есть и дети с ментальными нарушениями, есть дети с какими-то ограничениями физическими. И, как правило, их родителям очень важно бывает встречать других таких же родителей, таких же детей для того, чтобы просто поговорить, потому что мало кто понимает, что это за беда. Вот. Такие праздники у нас будут проходить регулярно. Они будут по разной программе проходить. Вот. Но это вот такое вот начало. Здесь нашлось место и чудо. Причем новогоднему в гости заглянули Дед Мороз со Снегурочкой. А вы знаете, какая у дедушки самая любимая песенка? Кто знает, поднимите ручку. Как раз любимую песню «Зимнего волшебника» исполняет Сергей Амандыков. Сам при этом занимается кикбоксингом, но увлекся непростым инструментом – домброй. А домброй он пошел в октябре месяце, проявил желание сам. Вот у нас двойняшки занимаются на пианино тоже с сентября. А он где-то конец октября, начало ноября тоже меня отведи. Я говорю, Сереж, ну как бы ты на кикбоксинг ходишь, ну мы, он призер областных соревнований по кикбоксингу. Вот сейчас ПФО готовимся, у нас серьезные мероприятия. И тут изъявилось желание. А на домбре вообще играла я в свое время. И для меня это, конечно, было вау. Потому что один, у меня пятеро детей, и один из этих детей пошел вот именно на тот инструмент, по которому я закончила. Ну туда бежит с удовольствием, знаете, на одном дыхании. Преподаватель всегда, она говорит, это ребенок говорит, я его у вас заберу. Вот сейчас будут готовить его на конкурс городской. Скажите, что больше нравится? Все нравится. Да. И куда же без зажигательных танцев на таком празднике? Пример показывают молодые будущие профессионалы. Для их ловких движений нужно больше места. Как и для следующей встречи стипендиатов фонда, социальной поддержки, хорошие люди. Ведь раз за разом их становится все больше.